Эхо Москвы решило провести голосование по вопросу, кто должен возглавить союзные государства России и Беларуси. Голосование проводится в сети, а также по телефону. Во всех случаях существенное большинство респондентов отдали свой голос в пользу Александра Лукашенко. Тема интеграции и создания союзного государства согласно договору 1999 года получила широкое звучание после высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в декабре прошлого года. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пескоп заявил, что плана включения в Беларуси в состав России не существует. Интеграция двух государств описана в союзном договоре. 14 декабря в ходе пресс-конференции в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под видом глубокой интеграции Москва может стремиться включить в Беларусь свой состав. Садокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Азербайджана, сэр Роджер Гэл и Стефан Шенах, выразили свою глубокую обеспокоенность по поводу новых обвинений, выдвинутых против азербайджанского блогера, борца с коррупцией и председателя Института свободы и безопасности репортеров Мехмана Гусейнова, который в настоящее время отбывает оставшиеся два месяца своего двухлетнего тюремного заключения. Мехман Гусейнов находится под стражей с марта 2017 года по обвинению в клевете после того, как он опубликовал серию статей, раскрывающих случаи предполагаемой коррупции и пыток со стороны азербайджанских чиновников. 26 декабря 2018 года его обвинили в сопротивлении представителю власти с применением насилия, опасного для его здоровья и жизни, что может привести к его тюремному заключению на срок до 7 лет. К сожалению, есть обоснованные основания для предположения о том, что эти новые обвинения явно политически мотивированы и явно предназначены для того, чтобы еще больше заставить замолчать известного правозащитника, которого мы считаем политическим заключенным, сказали задокладчики. «Кроме того, мы встревожены тем фактом, что Мехман Гусейнов объявил голодовку в качестве единственного доступного ему способа протестовать против его бедственного положения», – добавили они. Они призвали власти Азербайджана рассмотреть дело Мехмана в качестве абсолютного приоритета. Армянская диаспора Каракандийской области распространила в социальных сетях официальное заявление после убийства у ресторана в новогоднюю ночь. В ночь на 1 января у одного из ресторанов в Караканде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В ней погиб один из участников конфликта. Полиция задержала 7 человек, причастных к потасовке, пятеро из них взяты под арест. Еще один участник кровавого инцидента находится в межгосударственном розыске. Мы, армянская диаспора Каракандийской области, глубоко сожалеем о случившемся инциденте между молодыми людьми 1 января, повлекшем человеческую жертву. К сожалению, в этом инциденте приняли участие лица армянской национальности, говорится в тексте заявления. Мы скорбим и искренне выражаем глубокие соболезнования семьи и близким погибшего парня. Тактические, спасательные и антипиратские учения иранских и российских военных моряков повысят уровень сотрудничества двух стран, считает глава военных морских сил Ирана. Военно-морские силы Ирана и военно-морская флотия России запланировали проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений, которые будут проведены в ближайшее время, заявил Ханзанди. Ханзанди отметил, что сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России укрепилось за последние годы. Совместные учения между Ираном и Россией, безусловно, приведут нас к более высокому уровню морского сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, добавил он. Совместные военные и морские учения Ирана и Российской Федерации проводились в Каспийском море в 2015 году.